В России учитель всегда ведет занятия у доски в центре класса, студенты слушают, должны сидеть вот так вот, поднимать руку, спрашивать вопросы. В моем опыте, в моей интернациональной школе такого не было, то есть все студенты, они общались с профессором на одном уровне, кто не поднимал руку, можно просто начать говорить, и учитель должен поддержать разговор, ответить на вопрос. Университет пригласил в качестве спикеров, в качестве ведущих данного семинара, специалистов Монстрийского университета, который является признанным мировым лидером в области исследования методик обучения и в первую очередь в области исследования проблемно-ориентированного обучения. Проблем-безидентный учебник характеризуется четыре литерства. Мы называем это CCCС, конструктивный учебник, это означает, что вы создаете знания, предыдущие знания, вы создаете знакомые знания, вы должны быть в том, что вы всегда изучаете, куда вы используете эту информацию, где вы можете использовать эту информацию. Этот другой, в том, что это колеборативный учебник, это сей в сейтинге, это сейсинге, но это сейсинге. communication, you want people to work together, because the idea is, if you can discuss your ideas, if you explain to other people, to your peer students, then you also have a kind of self-reflection, do I really understand it? Because if you can explain something, then it means that you understand something. It also makes you aware of the gaps in your knowledge. Maybe you study at home, and when you talk to someone, then you realize, oh, I didn't really understand this one. And the final, it's CCCS, self-directed learning, and self-directed learning, I think it's important that students know why am I learning this, what can I do with it, and what do I want to learn, so that they have influence on their own learning process. Студенты отвечают сами за свое образование, и основная часть обучения не идет от лекций, а она идет из маленьких групповых занятий, где перед студентами представляют какую-то проблему или кейс, и студенты сами должны понять, что они не понимают в этой теме, составить вопросы, подготовиться к этим вопросам и вернуться на занятия с ответами на эти вопросы. То есть это мотивирует студентов учиться активно и постоянно. И роль учителя в этом процессе — это не рассказывать студентам всю информацию, а подталкивать им, чтобы они знали, что учить, но при этом им не дается вся информация на бумажке. Они сами ищут эту информацию, сами анализируют, фильтруют, понимают, что важно, и потом обсуждают это между друг другом, и учитель присутствует, чтобы поддержать разговор. Я ментор, поэтому я менторирую студентов. Я имею в виду индивидуальное встречение с студентами, и я пытаюсь стимулировать самостоятельное обучение, стимулировать процессом студента, стимулировать процесса коллеги, используя проблематизацию как основу организации образовательного процесса, создали подход, создали модель, которая, в общем-то, в отличие от наших традиций, меняет организацию образовательного процесса в ВУЗе и фактически переносит акцент на активность обучающихся, на их самостоятельность, на их коллаборацию друг с другом и с преподавателем. Основное отличие в том, что у них студент учится, а мы студента учим. Мы имеем огромный группа студентов, который начнется от 100 или 300 студентов. И каждый семей, у каждого семейства — это 8 недель. Они в одну группу. Они в одну группу. Итак, у них есть 8 недель, у них есть 12 студентов. И после этих 8 недель, они идут в следующем семейство, и они в новой группе. Так что каждый курс, каждый семейство — они в другой группе. Они начинают работать в разных группах, с другой структурами, с другой обучающими группы. В целом, моя неделя состоит так. У меня два раза в неделю Это групповые занятия, примерно две лекции в неделю и две практические работы. 12 часов контакта с университетом, с учителями, со сверстниками и примерно 30 часов обучения самостоятельно. The backbone of our system is small-scale education. So students are working in groups of 12 together, they meet this other two times a week, they analyze the problem, they go home for self-study and they go back to discuss the information. So the learning process is all around these tutorials. So we give them like a situation that something happened to the student, for instance you're involved in an accident and you're brought into a hospital, what happens then? Who's paying the drives with the ambulance to the hospital and who's paying your operation and what kind of rules and laws are involved, etc. I give them a real situation and hopefully now they are able to study the case of how the healthcare system in the Netherlands is organized. There was a case or a problem about the pregnant woman. She just found out that she is pregnant and thought, to go to the doctor, to do an analysis of the body, to do an analysis of some kind of disease, which may possibly be in the child. And we read the text about this woman and immediately thought, what tests can be made, at what stage they can be made, and how people actually make decisions. Is it necessary to conduct these tests? 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 And that's how it stimulated the discussion. But we just read about a normal woman, who is pregnant and asks such questions. But we made the results of how the tests are produced, how they are produced, where they are taking the analysis from the body, from the mother's blood, from the mother's blood. I think it's working better, because it's proved that you have better learning. So as a student I can tell that I was more motivated, more involved into the education, and it gave me a lot more than only the content. So I've learned more skills. So the problem solving skills, the critical thinking skills, group work. So I have more than only the content, because I graduated almost 20 years ago. So the content I learned 20 years ago, that's maybe already outdated, but I still have those skills. So I'm able to, yeah, learn new content with those skills. На наш взгляд, проблемно-ориентированное обучение – это действительно тот подход, который позволит изменить практику преподавания в наших университетах. То есть, когда мы идем не через воспроизведение или передачу знаний, а через поиск ответов на те вопросы, которые актуальны для образовательных задач. I hope that your staff gets inspired by these principles. Tomorrow afternoon we will have some time for people to reflect what I'm doing now in my classroom, and maybe get some inspiration for the things we have been telling, and maybe apply them in their own classroom. And maybe some people also already can start about thinking and implementing it in their whole year or in the bachelor and in master school. Задачей этого мини-тренинга внутри было привести к какой-то конкретной точке, к выводу. То есть, мы, как обычно, привыкли, некий план, да, вот, по плану действуем, он есть, но нас поставили в условие, что мы этого плана как бы не знаем, чтобы мы сами поняли, как принцип этот работает. Они предложили тот опыт, который моих коллег, не только относительно молодого человека, как я, но людей, у которых там больше сорока лет опыта работы в педагогическом образовании, поразил, поразил своим каким-то совершенно другим использованием тоже каких-то известных нам вещей. Но вот такая совершенно другая технологичность, она, конечно, нас всех сильно удивила, и мы на многие вещи, на которые привыкли смотреть, как на константы, посмотрели с какой-то совершенно другой стороны. Оказалось, что многое можно поменять, даже в том, что нам казалось таким вот незыблемым. Когда в HD2, от чего мы отталкивались, оказалось, что можно оттолкнуться в другую сторону, например.